Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. И в этом видео я немножко раскрою тему покупки недвижимости в Абхазии. Ну, периодически люди интересуются, как здесь что-то можно купить, какие цены, какие условия, какое законодательство. Ну, будем рассматривать с точки зрения покупки недвижимости в Абхазии гражданами России. Значит, сразу скажу, по закону здесь оформить в собственность может только гражданин Абхазии, то есть человек, который имеет паспорт Абхазии именно. То есть если у вас паспорт России, то здесь вы не сможете оформить в собственность. Но, тем не менее, люди приезжают, тем не менее, интересуются, смотрят, присматриваются и даже покупают что-то. Как это происходит? Происходит это очень простым способом, на основе генеральной доверенности. Ну, и также обычно пишется, ну, оформляется наследство нотариуса. Но у этой схемы есть один существенный недостаток. Все это на вере. То есть если вы готовы довериться людям и приехать, отдать деньги, но при этом иметь на руках только генеральную доверенность, а фактическим собственником останутся те люди, у которых вы приобрели какую-то недвижимость, ну, тогда можно рассматривать. Если довериться не готовы, то, ну, соответственно, вам это не подходит. Здесь проще взять в аренду, и аренда тут, в принципе, не так уж и высока, особенно где-нибудь, если на юге Абхазии. Приехать, поарендовать, пожить, присмотреться, то есть и уже сделать, ну, свои выводы определенные, то есть насколько вам здесь понравится, насколько вам это подходит. Потому что вот так просто приехать, сразу покупать и оставаться, ну, наверное, это ни в каком случае неправильно, потому что надо всегда присмотреться вообще, насколько вам подходит. Потому что купить, отдать деньги легко, а продать или там, ну, выручить обратно эти деньги в случае чего, да, если вам что-то не подошло, ну, гораздо сложнее будет. Поэтому имеет смысл все-таки рассматривать варианты аренды на первом этапе, несколько раз приехать на отдых, вообще с людьми местными пообщаться, ну, присмотреться. Вот, собственно, примерно так. Ну, может быть, еще немножко затрону тему бизнеса здесь. То есть ситуация точно такая же, то есть заниматься бизнесом здесь могут только те, у кого есть паспорт непосредственно Абхазии. Соответственно, если гражданин России приедет сюда и захочет здесь заниматься бизнесом, для него эта схема возможна только в случае партнерства с местным жителем. То есть находится человек, создает совместное предприятие и работает. Но фактически собственником этого бизнеса будет все равно местный житель, поэтому... Ну, тоже такой вот нюанс есть. Насколько это подходит, насколько не подходит, там же сами судите. В принципе, в этом видео все, наверное. Если будут какие-то вопросы, может быть, кому-то интересно вообще здесь приобретение недвижимости, пишите в комментариях, находите меня в социальных сетях. В принципе, могу посодействовать, что-то найти через знакомых. Ну, наверное, все. Всего доброго! Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok